Я видел видео в сети, и там были встречи, где избиратели, видимо не разобравшись, передавали привет Грудинину, Павлу Николаевичу, через его сына Артёма. И вот не было ли какой-то путаницы всё-таки? Вот люди, ну, воспользовался ли вот этой вот фамилией? Я на это отвечу. Мы с Глотовым, Владимиром Евгеньевичем, он осуществляет, ну, он первый секретарь местного отделения КПРФ, и как раз вот просто за день до голосования он говорит, Михаил Юрьевич, вот сейчас мне позвонила избирательница, и говорит, я буду голосовать за Грудинина, она член КПРФ. Он говорит, а почему? Ну, как же, Павел Николаевич же приезжал в горки, выступал перед гражданами, но он же баллотируется. Это член КПРФ, и она говорит первому секретарю, что она будет голосовать за Грудинина. То есть, информированность населения о том, кто такой Грудинин, привычка вот воспринимать фамилию Грудинин как положительного героя, как человека, за которого стоит идти голосовать. И вот он, приехав в горки Ленинские, может быть, вы помните, был такой маленький там репортаж, о том, как он выступал перед людьми, он встречался с гражданами, рассказывал там много интересного, было затронуто. Но некоторые граждане восприняли действительно фамилию Грудинин, и его вот в списке, и эту фамилию, как будто он баллотируется. То есть, я допускаю, что, скорее всего, был объем людей, ну, было количество людей, может, я не буду говорить, сколько процентов, но я воспринимаю это так, что было значительное количество людей, которые перепутали. Ну, просто вот перепутали, в силу того, что они не погружены вот в это во все, да. Они знали, что Грудинин. Я подозреваю, что, знаете, фамилия Грудинин сыграла, безусловно, ну, злую шутку. Ту шутку, которую пошутили, когда выдвигали от Единой России человека, который не является членом Единой России, не является сторонником Единой России, и об этом все время всем и говорил. Но мы знаем, что Единой России должна праймерис провести перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру, ну, точнее, выдвинуть кандидатуру от своего избирательного объединения политической партии. Этого праймерис не было. Грудинин не на альтернативной основе выходил и ни с кем не конкурировал. Это решение было принято в какой-то одной голове. И эта голова потом рассказала, как. Ну, я не знаю, кто, но председательствующим был как раз Алексей Петрович Спаский на вот том мероприятии, где выдвижение произошло. Не знаю, может, Алексей Петрович, может, Станислав Николаевич, может быть, еще у кого-то. Родилась эта идея, воспользоваться фамилией для того, чтобы провести его в Совет депутата. И теперь два Грудинина у нас там в Совете будет. Смотрите, я же это... Просто смотрите, я вспомнила ситуацию. Вы мне сейчас вот просто как бы напомнили, да? Что главный редактор газеты «Горки», которая там в этой администрации, значит, замятнена. В общем, она ходила... Ирина Викторовна? Да. Она ходила, значит, по поселку Петровская вместе с Артемом Павловичем. И за него, то есть я просто увидела, что Артем Павлович, он был, ну, как кукла на свадебной машине. То есть вокруг него были все вот эти вот движухи. За него постоянно... То есть если он начинал что-то не так говорить, административный ресурс тоже подключался. То есть они тут же его отодвигали, начинали говорить, что вот администрация вместе с Артемом Павловичем сделала вам тротуар, который вы так давно хотели. Мы про него забыли, но он нам напомнил. Администрация, значит, вам сделает выезд фельдшерской бригады, дежурства, значит, которого так давно просили. И как раз госпожа Замятнина, будучи должностным лицом, она ходила по поселку Петровск, это было при мне. И она говорила, значит, то, что это сын того самого, значит, почему ролик-то был, сын того самого, значит, Павла Николаевича. И пожилые люди в основном реагировали так. Ой, да я же с ним работал, да я же его помню, да он для Петровского столько сделал. Что же вот ему, он сказал, что мне не дали больше сделать для Петровского, убили там по рукам. И вот я видела вот это все, и сейчас вот у меня пазл как бы сложился. То, что все это изначально, ну, как вы говорите, значит, первое, это была вот как раз фамилия вместе с таким вот добрым именем Павла Николаевича. Потому что учитывая то, что бабушки, они же не смотрят видеоролики, и они не в курсе всех тенденций, так сказать, нынешнего времени. Второе, значит, это свою роль сыграли безумное количество листовок, фейков, всего, что распространялось в невероятном количестве по всем почтовым ящикам против Серяпового Михаила Юрьевича. То есть это были какие-то абсолютно лживые клеветнические статьи. Его же листовки или похожие на эти листовки мы не можем определить, потому что я была как бы больше с Петровским жителем общалась. И, в общем, приклеивали, замазывали, приписывали. И жители говорят, что это были сотрудники Дорсервис. То есть они ходили, вытаскивали нормальные листовки, а потом появлялись на их месте какие-то... Причем листовки Артема Павловича никуда не девались. У нас был с Анатолием Семеновичем, Михаилом Юрьевичем такой договор. Мы должны были понять, что на самом деле происходит. У нас был договор не трогать никакую другую агитацию. Да, мы, может быть, там были недовольны тем, что другие кандидаты клеили их куда попало в неустановленных местах. Но вот Михаил Юрьевич и Артем Павлович старались вот два кандидата, которые клеили туда, куда нужно. Но его почему-то и магнитики, и там листовки исчезали. За секунду женщина мне написала. Я, говорит, хотела взять магнитик у себя, то есть там со своего ящика. Поднялась продукт, и, значит, это спустилось, через пять минут спустилось вниз. Ничего, ни магнитиков, ни листовок, вообще ничего не осталось. Это, дальше, вы смотрите, фамилия, дальше черный пиар, так называемый во всех его красках, оттенках серого и другого. Значит, потом это был именно административный ресурс, что все заслуги, даже активистов, Егорова Евгения Александровна для Петровского уж сколько сделала по поводу их канализации, там еще чего-то, водозаборную, выделили там миллионы, десятки миллионов на реконструкцию, там установку и так далее. То есть это тоже, я смотрю, стоит Усков, по-моему, его фамилия. Да. Он стоит, говорит, я к нему подошла, а он там зачитывает, что они должны, значит, приписать Артему Павловичу. Ну, я называю это своими именами. Значит, я говорю, даже не вздумайте вот этот пункт произносить в моем присутствии. Я знаю, кто этим занимался, кто это делал. И самая уникальная вещь, я думаю, можно это сказать на камеру, в общем, по поводу компании «Славянка». Была такая, как бы, компания, которая обслуживала до 15-го года, в общем, поселок Петровское, как военное, да, вы помните это шумевшее уголовное дело, которое всплывает то и дело. А вот теперь смотрите, мы узнали с Михаилом, Юрьевичем об этом, по-моему, на собрании ТОС в Петровском. Нам жители сообщили. Мы на следующий день, буквально с утра, поехали, написали заявление в Следственный комитет, в прокуратуру, в администрацию, во всякие там структуры, для того, чтобы понять, что же это за такие платежки, что жители должны некой компании, которая обанкротилась и у которой перевыкупил, как бы, по тендеру, да, там, по торгам, значит, долг, другая некая компания, значит, и жители должны такие суммы, что они хватали за сердце. Для бабушек это было невыносимо, до 150 тысяч доходили. То есть у кого-то 300 рублей он пошел, заплатил, потому что у соседа 150 тысяч, и там написано, что если вы будете оспаривать это в суде, то кроме основного долга к вам еще пение там в десятки тысяч прилетит. И когда я увидела настоящий, как бы, вот в интернете по номеру тендер, это был совершенно другой, то есть там не совпадала куча данных, я поняла, что это такая, знаете, вещь, сделанная специально к выборам. И я знала, что какой-то герой подразумевается, который всех жителей спасет от этой ужасной напасти. Причем самое интересное, мы буквально там через несколько дней получили ответ от администрации, где говорилось, что администрация сделает все для того, чтобы это было урегулировано, и жителям не о чем волноваться. То есть мы с этим ответом пришли, как бы, там, к тем активистам, которые, значит, этим занимались, причем Михаил Юрьевич пришел туда именно не пиариться, никто не говорил, там, голосуйте за Михаила Юрьевича, он туда пришел, как просто человек, который получил ответ. Собрал там, ну, сколько там было жителей, человек пятьдесят. Ну, это ТОС собрал, не я. Нет, мы ничего не собирали, нас просто пригласили поведать жителям, что им ждать. Ну, я имею доверенность от председателя ТОС, а он меня попросил, как юриста, заняться этим вопросом. И получилось так, что, во-первых, там были пропущены сроки давности, и еще куча сопутствующих, которые, ну, вообще не давали никакого повода жителям для волнения. Но, по-моему, к моему удивлению, очень многие заплатили по пять тысяч, по десять тысяч. Ну, чтобы вот там угрозы были реальны, то есть бумажка с неизвестным происхождением, неизвестно кем подписанная, напугала всех жителей. И потом, когда, значит, уже в день тишины, за день, в субботу, там, перед днем выборов, молодые люди с рюкзачком ходили с копиями вот этой вот бумаги, кидали ее в почтовые ящики и говорили, вот, кто дома был, открывали дверь, они говорили, что это Артем Павлович Грудинин, значит, вам помог. Причем я ему задавала этот вопрос на встрече с жителями. Каким образом, Артем Павлович, вы должностное лицо? Или, ну, кандидат это просто обычный человек, у которого есть статус, который просто позволяет ему участвовать в выборах. То есть он не житель, он не представитель каких-то органов, ну, обычный человек, который каким-то образом делает какие-то такие вот, наверное, поступки, которые жители действительно воспринимали как его заслуги. Ну, Нина Михайловна, тут надо признать, что изобретательность избирательного объединения «Единая Россия» за годы правления этой партии, она достигла хороших высот. Есть специальные обученные политологи, которые занимаются и создают как бы такие вот сценарии вот избирательной кампании. И вот избирательная кампания строится по этому сценарию. И все должны выполнять каждую функцию, каждую свою роль. Вы знаете, что меня удивляет? Что мне кажется, что и правоохранительные, и надзорные, и судебные органы как-то тоже выполняют свою роль в этом сценарии. Мне так кажется, потому что по тем признакам, которые вот я вижу, да, по тем признакам, которые вот стали мне известны, а в судебных, ну, в Видновском городском суде, каждый судебный меня прекрасно знает, потому что неоднократно обращался. Ну, там, по-моему, существует табу на выигрыш Серяпова, просто в деле. Просто мне когда-то один товарищ, не буду его назвать, он сказал, «Тебе не светит в Видновском суде больше ничего». Вот такое вот было должностное лицо. Я спросил, почему? Ну, потому что вот не больше ты не будешь там выигрывать ничего. И знаете, как ни странно, вот это сбывается. Вот просто даже сбывается по... Не потому что там, как юрист непрофессиональный, есть и отмены решений апелляционной инстанции тех судей, которые, вынося эти решения, понимая, что это решение будет отменено, выходя из судебного заседания, потом, Михаил Ильич, ну, там в апелляционной инстанции, не переживайте. Вот так это происходит. Но они же, судьи, выносят решения, ну, как мне кажется, как я думаю, те, которые бы были удобны для вот таких вот событий, вот как выборы. Я еще вспомнила, значит, в поселке Горки проходила... Ну, я случайно попала, то есть я по делам ЖКХ, так сказать, ходила, уточняла по обращению жителей, значит, уборку в подъездах. В Петровском жители обратились. И самое интересное, что я обратилась как помощник депутата государственной, думаю, еще задолго до вот этой всей канители в МУК ЖКХ. Они мне пообещали, говорю, к нам вот обращение поступило, жители, после собрания ТОС. В общем, и я сейчас пытаюсь выяснить, почему в подъездах не убираются, значит, почему у них там вот вентиляция, это другие дома как-то сделали, а этот почему-то оставили. Говорю, не кажется вам это странным? Я говорю, деньги-то, наверное, на все выделяли, а не как-то там раздельно. Я первый раз пришла, они как-то не очень отреагировали. Но второй раз, я говорю, я сейчас у вас запрошу копии договоров, которые у вас, я выяснила, что они напрямую заключены. Они тут же буквально там в субботу провели генеральную уборку там по всем домам, значит, и через какое-то время сделали вот эти вот на крыше вентиляцию. В общем, там кирпичи там начали как-то в порядок приводить, потому что реально сыпалось прямо на голову людям. В общем, и мне звонит местный житель, который обращался там с другими жителями, и говорит, прибежал Артем Павлович и начал делать фотоотчет. И у него в ВКонтакте появилось, что вот Артем Павлович, значит, приглядывает за тем, как это происходит. И вот как раз по этой ситуации я была в горках, сравнивала, почему в горках-то? Чище в подъездах, а в Петровском, ну там прям реально долго не убирались. И вот я вижу Артем Павлович, который идет по горкам, я говорю, а вы что здесь как? Он говорит, Ниль Михайлович, хотите поприсутствовать? Говорит, сейчас будет встреча с участковым. Я говорю, ну разве, это ваше вообще-то? Он говорит, ну если тихонечко, я постою. И дальше разворачивается очень интересное событие. Губанцев, кто-то как не называет, наверное, Губанцев все-таки, замначальника территориального отдела, ну отдела, да, он называется, значит, сообщил, что неожиданно, что участковый на выезде, и он не сможет принять участие, встречу проведет Артем Павлович. Причем Скалов Анатолий Семенович ехал тоже там к сестре или от сестры, в общем, я так и не поняла. И он потом после этой встречи заехал в отдел полиции, говорит, так он в отпуске, говорит, уже это участковый, сколько времени. То есть я сделала официальный запрос в управлении, прям в Видном, значит, но даже не дожидаясь этого запроса, мне и в Развилке, и в Видном сотрудники полиции сказали, встреча была там 11-го или 12-го, он с 9-го в отпуске, его даже нет, собственно. А интересно, что мне в Развилке сказали, значит, полицейские, о том, что участковым вообще не положено сейчас проводить никаких встреч. Но удивительно, буквально там за несколько дней до основного дня голосования Артем Павлович провел две встречи, причем там был весь цвет, ЖКХ, Дорсервис, руководство там УСКО входило, отчитывался, значит, и на этих встречах на обеих присутствовал и участковый, который должен, как бы, он там следил за порядком, оказывается, и самый главный, кто вот среди всех участковых, то есть вот по вот этой территории. И, в общем, я у них подошла и спросила, говорю, а это массовые мероприятия, говорю, что вообще происходит? Они мне говорят, что это пришло обращение из администрации. Причем, когда мы спрашивали то же самое, по-моему, по школе в Петровском, то есть якобы нам ответ приходил, что это была встреча, и Артем Павлович вообще там случайно оказался. Тут было видно, что это не случайно. И на обеих встречах, везде, по поводу этих мероприятий, в чатах поселковых распространял информацию, что приходите на встречу с кандидатом Грудининым. То есть администрация давала ответы полномасштабные, что нет, такого не может быть. По всему видно, что подыгрывали Грудинину Артема. Да они не подыгрывали, это он им подыгрывал. Он там ходил, он даже иногда не знал, что... У меня вопрос такой вот. Сказать. Ну, насколько я понимаю, предыдущие выборы, в которых приняли участие, по тому же округу, и были сняты, были признаны как бы состоявшими, но в целом потом удалось доказать, что снятие было незаконным. Не совсем так. Значит, по этому округу я выдвигался в 2017 году, и выборы были выиграны, и я осуществлял депутатские полномочия именно по поселу Горки-Ленинске. Вот это были мои избиратели. Тогда на выборах я прошел... Все понимали, это мою роль, и, в общем, меня наделили фактически этими полномочиями для того, чтобы ситуацию в школе Горки, которая была очень тяжелая, как-то помочь, что ли, мне приобрести статус депутата. Все считали, что, наверное, это поможет. Когда я обнаружил, что 1672 наименование имущества Горок-Ленинских было передано в Ленинский муниципальный район вместе с полномочиями по управлению этим имуществом, когда я обнаружил, что фактически ситуация в Горках-Ленинских больше не управляется администрацией Горок-Ленинских, а управляется администрацией Ленинского муниципального района, я написал Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура направила это все через Московскую прокуратуру в Видновскую, и Видновская прокуратура внесла представление в Совет депутатов Горок-Ленинских об устранении допущенных нарушений. Связано это было с тем, что не опубликован был нормативный правовой акт по передаче полномочий имущества. Вот теперь я хочу акцентировать. Акцентировать вот на чем. Когда я становился депутатом в 2017 году, жители видели меня каждый понедельник. Я каждый понедельник принимал граждан. Записывал, выполнял свои полномочия. Прием граждан, это у меня было жесткое исполнение перед ними, поставленных их проблем, наказов и прочее. А дальше я стал председателем бюджетной комиссии, когда я начал выявлять, как с моей точки зрения, неправильные расходы, которые делались. 500 миллионов – это в общей сложности бюджет Горок-Ленинских был. И я увидел дырку примерно в 200 миллионов. Дырку в 200 миллионов переходящую. То есть бюджет не исполнялся из года в год, но имитировалось его исполнение. И мне показалось, что так не может быть, чтобы исполнено, к примеру, было на 300 миллионов. Потом на следующий год переходит остаток суммы. Я не совсем понял, как это произошло. Я начал консультироваться с прежними депутатами. Вот Анатолий Семенович Соколов рассказал мне о том, что запланировано на 170 миллионов было строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории, прямо вот рядом в Горках-Ленинских. Он не был выполнен. При передаче полномочий администрации, которая обязана была выполнять решение Совета депутатов, администрации Ленинского муниципального района, Хромов на тот момент, они как-то забыли выполнить перед гражданами те решения, которые Совет депутатов Горок-Ленинских принял. А Совет депутатов никаких полномочий никому не передавал и не мог. Он принял решение, администрация должна была исполнить. И если она передала свои полномочия в муниципальный район, то муниципальный район обязан был выполнить это и стратить 170 миллионов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. С тех пор у нас с Анатолием Семеновичем тесные дружественные отношения. Он трижды в состав Совета депутатов ходил еще при Котове главе. И поэтому я должен обратить особое внимание, вот здесь я хочу отметить, что у нас есть одна очень важная проблема в Горках Ленинских, в поселке Горки Ленинские, и у жителей, которые проживают там и в окрестности, это школа Горки. И это болезненная тема, которая вот насквозь каждого пропитывает, у кого есть ребенок школьного возраста. Все знают, что школа была закрыта два года назад. Все знают, при каких обстоятельствах она была закрыта. Тот, кто хочет пиариться на этом, пусть продолжает. Кто-то, ну, Артем Палыч, к примеру, изучая проблемы территории, школы Горки для него была воспринята как одна из проблем, которую он должен был, как сказать, публично сказать, что он ее решит. Вот теперь я обращаюсь к Артему Палычу. Артем Палыч, умоляю, решите эту проблему. Хорошо? Вот так, как вы и обещали. Решите. Если вы считаете, что Серяпов бился, бился, и ничего не получилось, вот теперь вы сделайте так, чтобы эта проблема была решена. И мне не важно, кто депутат от Горок-Ленинских, я или вы. Я продолжу заниматься этой темой. Вот у меня сейчас будет встреча, ну, по крайней мере, сейчас планируется, с председателем правительства Мишустином. Эта встреча будет, скорее всего, опять в режиме, как вот и со всеми должностными лицами Министерства просвещения, в режиме вот видеоконференц-связи. Она как-то состоится. Я полагаю, что, может быть, мне вас пригласить тогда на эту встречу, Артем Павлович. Как вы и просили меня, чтобы я вас пригласил на встречу с замминистра Толстиковой. Зачем вы меня уволяли? У вас только возможности. Съездите сами, запишитесь и решите всю проблему эту. Пусть теперь жители Горок-Ленинских получат от вас то, что вы обещали. Вы обещали ее открыть. Ну, Серяпову-то не получилось, а вы откройте. Я очень этого желаю вам и хочу, чтобы это состоялось. Более того, я не то, что противодействую, это же помогать вам готов. А помогать вот в чем. Внесите в состав Совета депутатов, в Совет депутатов сейчас, как вот молодой новый депутат, новая кровь свежая, идею об изъятии из федеральной собственности в муниципальную собственность школы, горки в 16 гектар земельного участка и строений. Там их там 40, что ли, на территории. И внесите это. И пусть Совет депутатов Ленинского городского округа вот решение такое примет, чтобы принять, принять эту собственность, вот как вы мост из федеральной собственности приняли, муниципальную, примите эту школу и найдите денег на ее восстановление и возобновление образовательной деятельности. Я очень этого вам желаю, очень хочу, помогу всем, чем могу, потому что это не пиар, это не какое-нибудь там желание за три месяца вникнуть в тему. Эта тема через меня прошла, через мою семью. Эта тема прошла через семьи тех, кто борется и боролся за эту школу. Я взыскатель. В Видновском суде выиграно дело, я являюсь взыскателем, а школа Горки должником. Кроме меня еще Бегова и Розанова, Розанова Екатерина Олеговна и Бегова Наеда Магомедовна. Вот они являются взыскателями. И я считаю, что школу Горки должны привести в надлежащее состояние, возобновить там образовательную деятельность, исполнить решение суда. И если вы выиграете ходить один суд в Видновском суде по этому поводу, я прям просто вот готов вам предоставить сотни решений, сотни правовых актов, которые были, или там ответов, которые были получены из Министерства просвещения, из прокуратур разных уровней, генеральной, московской, видновской. Вот прям содействовать буду. Давайте-ка выйдем и истребуем это имущество в судебном порядке для реализации государственных полномочий вот образовательную деятельность это полномочия не федерального министерства, это полномочия региона и полномочия муниципалитетов. Об этом все преподзабыли. Закон об образовании так говорит. Это не я так говорю. И вот светлого вам, как говорится, начала. Начните, пожалуйста, свою деятельность с этого. Потому что именно это обстоятельство сильно заботит всех граждан, которые, в том числе, проголосовали за вас. И за меня тоже, те, которые проголосовали, их тоже сильно заботят. И даже те, кто не пришел на участок для голосования, и их это заботит. И их детей. Так что, Артем Павлович, светлые вам деятельности в этом направлении. Спасибо. Я думаю, что нас это тоже заботит, жители совхоза Миленина, поскольку дети очень похожи. Дети из горок ездят... Сюда 90, по-моему, человек, да, Павел Николаевич? И знаете, еще, я, пожалуй, ну, мы уже тут много сказали, наверное, хочу отметить вот что. Я хочу поблагодарить тех людей, которые рядом со мной шли в этой избирательной кампании. В этой избирательной кампании участие принимали, активное участие принимали всего-навсего семь человек. Ну, я, как кандидат, и еще семь человек. Я их перечислю. Чикина Нина Михайловна, Розанова Екатерина Олеговна, это Белова Александра Александровна, Егорова Евгения Александровна, Соколов Анатолий Семенович, Марков Дмитрий Дмитриевич и Савчук Ирина Александровна. Это те, кто активно работал по направлениям в этой избирательной кампании. Причем, никто из них не действовал так, чтобы это было незаконно. Действовали только законным способом. Значит, вот если бы нас было не семь, ну, к примеру, тридцать семь, ребята, вы бы не победили сто процентов. Вы стал, мы столкнулись с вами лбами, у вас было кандидатов больше, чем тех, кто за меня сражался. Кандидатов, спойлеров, скажем так. Я удивлен, но именно обеспечили возможность присутствия и присмотра и наблюдения и участия в выборах всего семь человек. Остальные тоже имеют значение. Люди, которые помогали в силу своих возможностей, тоже есть. Я этого не скрываю, но всего-то бросили практически все и приняли участие в этих выборах всего семь человек. вы боролись с ну даже не ротой, это мы с ротой боролись, а вы боролись всего со взводом. Взвод, который встал в полный рост и с вами бился. Это удивительно. Вы победились не с таким преимуществом, с которым могли бы победить если бы если бы вот рядом с нами встали еще столько же сколько с вами и в равном бою и честном бою вы проиграли бы с треском. Вот просто с треском и все. Поэтому давайте попробуем. Мы в следующие выборы, которые будут, соберем командочку примерно как у вас по количеству и посмотрим как это произойдет. Мне будет очень интересно. Я посмотрю это захватывающее будет зрелище. Ну и вот примерно так. Смотрите, можно я еще добавлю? То есть вот сейчас он сказал Михаил Юрьевич у нас был взвод, но против нас были... Простите, я сказал взвод, взвод это треск. Отделение. Отделение, да. Отделение. Давайте так. Их была рота, а нас было отделение. Ребята, вы не смогли победить уверенно, я бы сказал так. Отделение. Смотрите, просто учитывая то, что я преднамерена... Я понимала, что у нас шансов на самом деле не очень много, и административный ресурс, и все, что приписывал с Артемом Павловичем, это существенно, да, плюс фамилия. То есть я больше уверена, что если бы он был какой-нибудь там Сидоров, то есть шансов было бы меньше. Если бы за него не пришли, не пригнали, я бы так сказала, 80 человек, и еще 20, которые пытались там пробиться, да, их было бы меньше. Если бы не пришли военные, и их там руководитель не требовал у нас, я просто присутствовала при этом, да, значит, их было бы меньше. Если бы люди не выходили и не искали глазами людей, а кто нам будет выдавать деньги, мы проголосовали, где эти аферисты, то есть их было бы меньше. И, в общем, если бы не весь этот черный пиар, а многие люди верят в то, что, ну, это же газета, как бы написано же, что он предал жителей, там, еще какие-то факты такие, которые даже в голове не укладываются, но чем, как Павел Николаевич говорит, страшнее ложь, тем больше в нее верится. Значит, плюс все вот это нагнетание запугивания жителей вот этими судами, нужен был герой героический, то есть он появился, это все было очень хорошо, четко, то есть надо отметить, что это была очень проделана работа и выглядит на самом деле, то есть я смотрела за всей процедурой выборов, вот в избирательном участке подкопаться особо не к чему, ну помимо еще двух, я извиняюсь, досрочных голосующих, которые пришли, один должен был уехать в Сочи, там кричал, я прямо уеду, пришел, увидел меня, развернулся и передумал. Значит, и еще была женщина, сотрудник бюджетной организации, которая тоже подошла, я сказала члену комиссии, которая должна была записать, что она уже проголосовала, она ушла и говорит, а я в общем-то не хотела голосовать, хотела убедиться, на что я и сообщила, ну вы же должны быть сейчас на работе, у вас от такого-то числа столько-то минут, вы пришли и проголосовали досрочно. То есть, и все вот это в совокупности, то есть, оно дало тот самый результат, который был, в принципе, предсказуемый. Но я вам скажу одно, когда я пришла уже за полночь, мы подсчитали, все четко сошлось, прям, относительно быстро на 12.88 в Петровском, и когда мы пришли на 12.87, я и на 12.88 видела ребят, которые у нас здесь в совхозе «хозяйничают» в кавычках, делают вид, что они хозяйничают очень уверенно, убедительно, но мы с ними как-то договорились. Я сказала, если вы ничего не понимаете в процессе, который сейчас происходит, пожалуйста, не мешайте тем, кто делает это за вас. То есть, мы там с ребятами договорились, они вели себя очень хорошо, иногда просто на камеру там снимали, Михаил Юрьевич приходил, они тут же на него накидывались, начинали задавать какие-то вопросы, все они в попад. Он вынужден был покинуть избирательный участок, потому что это невыносимо было. Они не давали ему даже присутствовать там, то есть, они делали все, чтобы его там не было. Меня, слава богу, как-то это не трогало, потому что я сразу сказала, ребят, давайте спокойно, без всяких провокаций. Но когда я пришла на 12.87 в Горках, я честно сказала, я села в угол, просто схватилась за голову, обняла Анатолия Семеновича и просто наблюдала, что если был ад, то в данный момент он находился там. Там были вот эти ребята, которые кричали тут на наших женщин, бабушек, то есть, на сотрудников, но мужчин, кстати, не очень кричат, они, вы знаете, как-то они с мужчинами более деликатно обращаются. Поэтому, когда я их увидела там, для меня это было в принципе неудивительно. И все люди, которые в газетах, в агитации, то есть, полеволитович Михаил Юрьевич, они тоже были там. И они были все нацелены на то, чтобы либо его убрать, либо скомпрометировать, либо сделать какую-то пакость очередную. То есть, вот это для меня было просто, вот, я даже не понимала, нас было слишком мало, чтобы там противостоять вот этой силе. То есть, если сложить в совокупности все эти факторы, то есть, даже если бы в принципе нас было 30 человек, ну, я бы сказала, что как-нибудь нас бы устраняли, потому что они не видели в нас особой угрозы, и поэтому относились относительно, ну, не с жалостью, а как это, с недооцененностью нас. Поэтому, я понимаю, что мы долго, наверное, но на самом деле рассказать есть много чего интересного. То есть, там были случаи с женщиной, проголосовавшие из этого раза. Все-таки проголосовавшие, не на моем участке, на моем участке не получилось. В общем, значит, ситуации были такого, как бы, бытового характера, и нарушений, на самом деле, было настолько много, но территориальная избирательная комиссия по тому, как это водится, значит, удивительным образом агитацию не признавала агитацией, значит, выдавала там администрация, присылал нам ответы, Анатолий Семенович просил такую же встречу провести, как вот, допустим, в школе. Давайте тоже так же с нами, вот, пожалуйста, мы тоже хотим с родителями, там, с руководством встретиться. Нельзя. Значит, давайте я еще дополню, Алексей Петрович Спасский, ну, через своего заместителя, безусловно, ответ прислал избирательному объединению партии КПРФ о том, что в Петровском, ну, там есть замечательный, прекрасный дом культуры, он сейчас там юность, там, избирательное объединение, хотела провести агитационное мероприятие, направила, значит, запрос, необходимости, вот, предоставления этого помещения, получили отказ. есть такая в Ленинском городском округе организации, это Союз активистов, сейчас он, Совет активистов, который тоже направил свой запрос о предоставлении возможности, значит, собрания собрать, и где бы на этом собрании, общее собрание, Совет активистов, провести совет, провести общее собрание. Тоже получили отказ в связи с тем, что там на пандемии ничего нельзя делать и прочее. Дважды отказали, по-моему, Ефремову, который вот выдвигался кандидатам, он тоже хотел провести мероприятие, ему тоже отказали. И Иванову, по-моему, отказали. Сейчас не помню, но отказы были везде и всюду. Только у нашего Артема Павловича были везде открыты двери, был везде зеленый свет, и он наслаждался этими возможностями, находясь в исключительно комфортной зоне. Это как-то не очень хорошо, конечно. Это знаете, как если на ринге кому-то судья подсуживает, и он, допустим, даже упав, не считается, что он там получил нокаут. Он встанет, будет биться, а там кто-то будет против него даже более сильный, он все равно, судья, не признает там, к примеру, пара. Да, но там были еще, вот к чему я еще хотела сказать, вот эти самые кандидаты, которые были от разных бюджетных организаций, то есть от них сидели, которые за нами присматривали, ребята на досрочном голосовании, они же потом были в основной день, значит, удивительное такое дело было, я даже пошутила по этому поводу, они, когда голоса считали, там, за Матвееву, за Гонькова, за Стрельникова, по-моему, там, и вот так далее, да, там, какие-то вот голоса, они даже не смотрели туда, когда вот эта стопка за Артемом Павловичем начала вот как бы уже, ну, вырисовываться, да, они все вот вскочили и начали смотреть и фотографировать именно эту стопку. Ну, что я сказала, ага, попались, потому что я понимала, что, я спрашивала, а где наблюдатели на досрочке, допустим, от наблюдателей, членов с совещательным голосом, говорю, а, собственно, почему, ему не интересно, каким образом за него честно проходят выборы, то есть, и все эти ребята, то есть, я их как бы видела и в том числе и в совхозе, то есть, они потом в конце всех этих выборов ликовали, то есть, я говорю, вы же от этих кандидатов, почему вы так за них не радуетесь, то есть, это было очень удивительно, и самое главное, понятно, что это была задача не только рассредоточить голоса, ну, растворить там в общей массе часть оппозиционных голосов, но еще и назначить вот этих наблюдателей, каких-то этих ЧСГ, которые вот в массе сидели, все в черном там, как-то в масках и так далее, на выборах, то есть, это тоже была возможность нагнать туда как можно больше людей, нас там, кстати, хочу еще большое спасибо сказать тем общественникам, ребятам из других организаций, Голос там, еще других, это были ребята, которые с нами поделились опытом, и они нас прям вот ввели, каждый взял на себя определенную свою такую работу, функцию, да, мы периодически, ну, сменяли друг друга, но они потрясающе разбирались, и в том, как составляются вот эти журналы, и где могут быть какие-то, на 12.88 один из ребят заметил, значит, на стене, вот эти вот, знаете, зеркала такие, которые на парковках используют, на стоянках, в общем, и они были направо сделаны так, что в них было абсолютно видно то, что происходит в кабинке, и я была не удивлена, когда в 8 часов 0,1 минуту зашла женщина, у нее, правда, не нашлось документов для того, чтобы зарегистрироваться, но совершенно спокойно, по уже известной фамилии, да, которая в Петровскому весьма известная личность, она начала ходить с блокнотом и с телефоном, и в определенную названную группу моих там трое проголосовало, то есть, и я поняла, что, в принципе, вот эти зеркала, они очень хорошо позволяли как раз вот отслеживать, да, поэтому там было много примочек, много было всего интересного, много было таких вот вещей, которых я вот по телевизору не покажу такого, то есть, поэтому я очень рада, что мы в этом поучаствовали, что мы, вот благодаря тому, что это был один округ, мы разглядели всю палитру, ну, большинство, я так думаю, я уверена, что остались какие-то сюрпризы, это было не все, в общем, но это было достойно, я хочу признать прям, что мы многого ожидали, но многого не ожидали, то есть, уже ориентировались по ходу, поэтому для Михаила Юрьевича уже под конец, я когда зашла на 12.87, после всех тех баталий, которые там происходили, а нам же сообщали коллеги, что там прям боевые действия, когда я зашла и увидела его сидящим там на стульчике, в особнячком, я поняла, что все-таки столько часов без сна и отдыха, я очень устал, если честно, они до сих пор вот... Да, это, ну, я с 4 часов утра дня 20 декабря до фактически где-то 12, следующего дня до 12, не спал ни минуты, и все это в бешеном напряжении, вот только сейчас немножечко отошло. Я могу сказать, что мы видели все. Спасибо вам, что пришли и рассказали об этом, ну, надеюсь, это будет интересно послушать и посмотреть нашим зрителям, и, наверное, может быть, написать какие-то вопросы, которые, надеюсь, вы в комментариях поясните. Конечно. А, вот, под роликом? Да, что еще? С удовольствием, это очень интересно. всем привет надо передать, да, с наступающим Новым годом, конечно, потому что выборы выборами, а Новый год впереди, надо праздновать, начинать как-то прощаться с этим. А я передаю привет своей семье, потому что сейчас есть эта возможность. Наконец-то вернуться в Северную. Месяц назад ее такой возможности не было. Они у меня тоже героические, в общем, они как-то справлялись, но я все-таки успевала выполнять свои обязанности мамы, жены, дочери, и, в общем, да, вот так вот. Все. Спасибо большое.